Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дочке скоро будет три года, в садик ходим месяц. Два раза болели, но адаптация проходит очень тяжело, мне нет возможности, чтобы я возил в садик, кроме кто-то кроме меня. Осмена ведет себя ужасно, начинает с утра, то эти вещи не будет надевать, то ей надо что-то одним цветом, на улице холодно, надо сандали надевать. Выходим, всю дорогу идет рывет, ближе к садику начинается концерт на людях, на публике. Я не пойду в садик, вырывается, убегает, таща силы, она меня бьет, кусает, падает на пол, грызет землю. В садик заходим, это начинает все крушить, у меня чувство плохой мамы, что я не могу договориться, но я пытаюсь, у меня не выходят на общине, никакие уговоры не идет, я уже не могу эмоционально. Здесь налицо слияние с ребенком, здесь налицо то, что вы не разделяете себя и ее, вот, здесь налицо, налицо отсутствие личных границ между вами и ребенком, и здесь налицо, вот, как, собственно, ваша, скажем так, инфантильность. Инфантильность не в том смысле, да, что вы там ничего не делаете, капризничать и так далее. Нет, инфантильность именно в плане того, что вас можно, условно говоря, продавить, вот в этом скорее заключается, вашу инфантильность, собственно, да. Вот, и это является, на мой взгляд, основной проблемой, то есть вроде как вы говорите, что мы ходим в садик с дочкой, мы, то есть не я и дочь, а мы. Вот это вот очень бросается в глаза мы, как бы, ну, вот, кто такие мы-то, если есть вы, если есть ваша дочь. Вот, второй момент, это целесообразность садика вообще, то есть, ну, на мой взгляд, да, и не только, я надеюсь. Садик – это история про то, что я не знаю, вот, куда мне ребенка, как бы, деть, да, и, соответственно, я его вложу в садик. То есть, как бы, целесообразный садик, ну, здесь, ну, не знаю, как-то вот, наверное, более четко определить. Следующий момент – это чувство вины. Чувство, что вы плохая мама, и, соответственно, то, что вы чувствуете себя плохой мамой, естественно, дает рычаги воздействия на вас, как дочери, так и окружающим людям. То есть, что такое вот чувство, что я плохая мама. Это история про требования от себя быть какой-то определенной мамой, но, как бы, бытность вас какой-то определенной маме не соответствует вашей природе. Каждый человек может быть определенным родителем, не хорошим, не плохим, а определенным, со своими особенностями, со своими возможностями, со своими ограничениями. И вот, наверное, наверное, то, на что здесь нужно обращать внимание – это на ваши ограничения. То есть, на замечание, на признание, на принятие своих ограничений, своих границ-границ, да, вот. А как бы за чувству вины стоит плохой… стоит злость и стоит чувство, что я плохая, вот, и, соответственно, страх осуждения. Вот. Ваша дочь, которая ведет себя подобным образом – это ваше прямое отражение. В каком смысле? В смысле того, что вы себя сдерживаете, а она наоборот. Все, любое недовольство, да, она выплескивает. То есть, это зеркальное отражение вас, вашей, как бы, вот, ну, вашего психологического состояния. И, соответственно, чтобы изменилась дочь, нужно, чтобы изменились вы, соответственно. Чтобы дочь поменяла свое поведение, нужно, чтобы поменяли свое поведение вы. И не просто изменили поведение, так скажем, формально, а именно на уровне, вот, отношения к себе, на уровне своих ценностей, на уровне замечания того, что важно в жизни, на уровне воспитания экологичного отношения к себе, в первую очередь. И тогда у вас все будет в порядке. То, что вы сейчас описываете, это свидетельствует о большом, таком, и, на мой взгляд, серьезном кризисе. Кризисе в целом семейной системы, вот. Потому что, ну, вот, как вы описываете, да, здесь больше, больше вопросов, да, как бы, чем ответов, да. То есть, ну, понятно, что есть кризис трех лет, вот, когда ребенок, соответственно, соответственно, чувствует себя центром вселенной. И здесь очень важно, именно, вот, выстраивание границ, именно, вот, демонстрация ребенку того, что он не центром вселенной. Вот, а, то есть она ведет себя с вами ужасно, ну, это вот как раз то, о чем я говорю. И, соответственно, необходимо, вот, корректировать эти процессы. Также, необходимо, корректировать, в целом, вашу семейную систему. Тут, вначале, нужно определить, в парадигме, каких людей проживает дочь и, собственно, вы. Есть ли у дочери отец или отчим, да, как бы, есть мужская фигура. Фигура мужская необходима любой, любому ребенку, будь то девочке, будь то мальчику. Здесь, как бы, что происходит с мужской фигурой, не очень, не очень понравится. Вот. А, и самое главное, то, что вы, жен, пытаетесь быть хорошей мамой. Хорошей мамой вы пытаетесь быть не для себя и даже не для дочери, а для окружающих. То есть то, что вы описываете, достаточно четко представляется, что вас трогают даже не то, что дочь ведет себя каким-то определенным образом, а то, что это видят другие, то, что это происходит на публике, да, осуждение. И, соответственно, вот эта вот такая зажатость определенная, да, зажатость определенная. Вот эта вот история, как бы, про вас. На чем я хотел бы заострить внимание прямо сейчас, это вот, что вы ходите в садик. Мы ходим, говорите вы. То есть буквально вы со своей дочерью ходите в садик, то есть вы буквально вот регрессируете до ее возраста. Понимаете, какая штука? При том, что вы, ну, вы как бы ее родите. Вот, поэтому... Главное, да, знаете, а вы вообще к дочери-то как ее, как видите вообще? Вот. Как вы ее воспринимаете? Как некий такой объект, который нужно вот, значит, там, куда-то сводить, да, чем-то наполнить, или вы ее воспринимаете как личность? Вот. То есть это тоже очень важный момент. Поэтому вот в первую очередь именно вам необходима помощь в ограничении себя от нее и освобождении ресурсов ваших эмоциональных, психоэмоциональных для того, чтобы заняться собой. И когда вы займете собой, вы увидите, что и точность изменяться, она станет спокойнее, она станет увереннее в себе, так же, как и вы. Так, что дети копируют поведение своих родителей. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования начальных постулатов для психотерапии. Так. 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 Продолжение следует...